рыбку мышкой Здравствуйте дорогие друзья Меня зовут Вадим Комиссаров и я рад вас приветствовать на канале Спиннинг Лайн Не все рыболовы после замерзания водоемов заканчивают сезон охоты на хищника Некоторые продолжают его ловить с помощью блесен и балансиров, а есть категория любителей ловли на живца И сегодня в нашем обзоре представлены жерлицы от компании Три Кита которые можно приобрести как отдельно так и в наборе Давайте поближе их рассмотрим Сам набор располагается в небольшой и компактной сумке Она сделана из прочного материала и имеет следующие габариты Диаметр верха и днища 23 см а высота около 19 см Чтобы уберечь содержимое случайных ударов, внутри стенок находятся вставки из мягкого материала На боку расположен небольшой кармашек под различную мелочевку Вверху мы видим сквозной отсек Для переноски предусмотрен регулируем по длине ремень и стропы шириной 30 мм При желании его можно сделать коротким и носить в руках а увеличив до максимальной длины надевать через плечо Чтобы попасть в основное отделение нам необходимо расстегнуть круговую молнию Внутри уложено 10 разобранных устройств Давайте достанем одно и посмотрим на комплектацию и принцип действия Жерлица состоит из трех элементов Круглое основание Оно изготовлено из черного пластика имеет диаметр порядка 20 см Благодаря такому размеру и можно накрыть лунку, сделанную ледобуром практически любого размера Снизу, по периметру, имеется небольшой бортик помогающий жерлице прочнее стоять на льду и тем более на снегу Также в комплекте идут пластиковые угловые стойки длиной около 13 см на которых закреплены катушки диаметром от 60 до 65 мм Более того, в зависимости от модели есть несколько цветовых решений Благодаря этому, находясь на рыбалке вы сможете подобрать ту расцветку которая в данных условиях будет более контрастной и заметной на большем расстоянии Все они имеют свободный ход в обоих направлениях который можно регулировать центральным саморезом Для удобства снабжены короткими ручками для подмотки лески Ну и конечно же флажок Это яркая оранжевая ткань размером 8 на 6 см Такой цвет отлично выделяется на фоне белого снега Материал крепится на металлической пластине толщиной 5 и длиной приблизительно 500 мм А чтобы острым металлом не порвать сумку при хранении или не пораниться самому при установке Нижняя часть защищена резиновым колпачком Соберем жерлицу Для этого закрепим стойку в специальном пазе основания и установим сигнальный флажок Итак, вся конструкция устанавливается над лункой леска пропускается через радиальную прорезь а флажок фиксируется в катушке Осталось дождаться, когда щука схватит живца и начнет сматывать леску При этом распрямится сигнализатор, дающий сигнал опоклевки Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры не забудьте подписаться на наш канал А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line Субтитры сделал DimaTorzok